Привет, я Альберт Краус. Смотрите Бойцовский клуб сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья. Это был Альберт Краус. Вот, кстати, он легок на помине. А с вами, как всегда, Станислав Голованов и журнал Бойцовский клуб. Журнал для настоящих мужчин, которые любят настоящее мужское занятие. И для женщин, которым нравятся настоящие мужчины. Сегодня мы посмотрим с вами, что происходит в Японии на турнире К1 Макс 2004. Сегодня много интересного будет в нашем журнале. Альберт Краус расскажет о том, как он тренируется. Мы посмотрим, как снимается кино про Ямакаси. Знаете таких ребят, которые куролесят по крышам. И вот появляется Таа Шио Мацумото и его соперник Томо. Мы с вами находимся в Токио на стадионе Йо-Йоги. И вот он, Томо. Ему 30 лет. Вес 75 килограммов. 600 граммов. Сегодня мы с вами посмотрим средний весов. И Тоширо Мацумото. Он немного полегче. Впервые на ринге. И сегодня будут в основном японцы. Хотя мы ожидаем с вами появления Альберта Краус. Не случайно он заявлен в самом начале. Итак, традиционные наставления. Сегодня бои идут по правилам К1. А напомню, этот турнир в Токио называется К1 Макс. И в этом турнире встречаются средние весы. Рубка нам предстоит самая отчаянная. Японцы уже доказали, что в К1 они стоят очень дорого. И вот, чтобы нам не перепутать этих двух японских бойцов, напомню, кто во что одет. Томо одет в красные трусы. Мацумото в белых трусах с языками пламени. Оба работают в левосторонней стойке. Но для тех, кто впервые смотрит К1, напомню, что на ринге в К1 разрешается практически все. Но прошу не путать с боями без правил. Все. Это не значит, что здесь царит вседозволенность и анархия. Нет, разрешается работать руками, как в традиционном боксе, без ударов локтями. А ноги, ноги могут делать все, что угодно. Как в карате, в тэквондо, в боксинге. Удар стопой, подъемом, коленом. Также не разрешается делать захваты и броски. Ну вот, в клинче немножко работает, как в тайском боксе. Но рефери, конечно же, вмешается и разведет боксеров. Уходит сейчас Томо от размашистого бокового. Три раунда по три минуты. Такова формула этого боя. Знаете, мы ждали этого турнира лишь 7 июля. Но вот чуть-чуть раньше начался этот турнир. Но, я думаю, мы с вами об этом нисколько не жалеем. Посмотрим. Хороший, добрый бой. Вот довольно агрессивно Мусумото начинает этот поединок. И можно понять, почему так он жестко и агрессивно идет вперед. Он провел всего лишь один бой и тот проиграл. Поэтому своего рода реабилитация сейчас происходит у нас на глазах. Томо немного потяжелее. На 5 килограммов и повыше ростом. Вот так от обороны работает Томо. Напомню еще раз, он в красных трусах. Редкие контратаки. Первый раунд закончился. Три минуты пролетели для нас с вами очень быстро. Для бойцов, конечно же, не очень быстро тянется время. В первом раунде уже здорово выложились оба бойца. По крайней мере, дома. В углу смотрелся довольно-таки тяжеловато. И вот первый нокдаун. Томо пошел в атаку после перерыва. И тут же нарывается на встречный удар. Вот вам и Мацумото. У равного класса бойцы. У Томо всего лишь одна победа в активе. В К1 не принято такая возня. Такие захваты. Хотя в тайском боксе это довольно часто используется. И пользуется умело этим приемом. Боец может захватить своего соперника. Перекрыть дыхание. Навалиться всем весом. Коленом обрабатывать бока. И вот еще один удар. Мацумото точно пробивает. Челюсть рефери открыл счет. Нет, не стал. Посчитал, что ничего не было. Интереснее смотрится Мацумото. Ничего необыкновенного он не делает. Но просто идет вперед. Хочет победить. И это всегда видно. Не готовит сейчас атаку Мацумото. На такой дистанции не достанешь своего соперника. Тем более, если человек занимается единоборствами. А вот удар коленом это очень опасно. В разрез сейчас Мацумото пробивал. Вы знаете, удар коленом это страшная штука. Тома отвечает в свою очередь. Пытается достать коленом. И этот номер не проходит. Мацумото всем своим видом показывает, что я не держу. Это он. Хорошо слева пробивает Мацумото. Сначала на левую руку насадил. На прямой руке удержал соперника на дистанции. Затем длинным крюком слева достал. Достал. И посвежее Мацумото выглядит. Я думаю, что третий раунд покажет, кто на что способен. Вот концовку, наконец, провел Тома. Но такое ощущение, что просто на последнем дыхании. Я наблюдаю и в последнее время могу сделать такой вывод, что японские бойцы здорово прибавили в классе. Конечно же, никто не умаляет японских традиций в боевых искусствах. Мы знаем и гениев, и суперталантов. Но средний уровень бойцов японских, как всегда, был не очень высок. Добрый европейский бокс, как правило, все расставлял по своим местам. Но вот последнее время японцы здорово прогрессируют. Они очень прилежные ученики. И хорошие тренеры работают с ними. И вот он, мощный хай-кик в голову слева пытается повторить Тома. Поплыл немножко Мацумото. Прозевал и получил. Это очень опасный был удар. И Тома не развил этот успех. А нужно было сближаться и добивать. Вот что значит неожиданный, хороший удар ногой. И вот небольшое рассечение. Ну, разбитый нос настоящего мужчину не напугает. Мальчишки с детства привыкают к такой ерунде, как синяки. Шишки, ссадины, разбитые носы. Это мама пугается, а? Мальчишкам все равно. Из них вырастают настоящие мужчины. Вот такие бойцы. И последняя минута пошла третьего раунда. Напомню, три раунда по три минуты идет бой. И, видимо, ну здорово разбит. Но бой продолжается. Вот это неплохая была связка. Атака началась с ноги и затем подхватила руками. Казалось бы, начинался бой так немножко невнятно. Но к концу разошлись боксеры. Хороший бой завершился нокаутом. Блестящий удар слева навстречу. А навстречу всегда удар очень опасен. Великолепно. Великолепно. А все начиналось, казалось бы, совсем наоборот. Боксер в белых трусах. Прессинговал, давил, гонял по рингу. Но... Один удар и все. Тома победитель в первом бое. Он в синем углу. Он боец из тайского боя. Бокса. 70 килограммов, метр 80. 15 побед, прошу прощения. Его соперник Кахерой Маки. Он из кикбоксинга. Тоже вес 70 килограммов. Рост метр 80. 23 победы, 10 поражений. 12 нокаутов. Такойуки Кайромаки. Так звучит его имя по-японски. Очень опытный боец. И вот напоминание. Рефери не нужно бить локтями. Просто пожирает своего соперника Кайромаки. Это, видимо, чья-то невеста. Не буду выдумывать, чья. Но кому-то она дорога и близка. В черных трусах с зелеными разводами Аято. В черных трусах с белой полосой, с лампасами Кайромаки. Первый раунд начинается спокойно. Аято идет вперед. По Кайромаки Кайромаки хорошо известен любителям кикбоксинга. Он из Японии, как, впрочем, и большинство участников этого турнира. Напомню вам, уважаемые телезрители, что бой проходит на стадионе Йо-Йоги в Токио. Огромное количество зрителей собирается на соревнования. Лишь только прочитают на афишах заветную букву и цифру. К1 и все. Все билеты сразу проданы. Токаюки Кайромаки. Он из команды Дракон, так называется его клуб. И вот сейчас он здорово справа жестко встречает своего соперника. Очень опасно выстрелил. И мощнейший хайкик слева. Очень здорово работает Кайромаки. Никаких лишних движений. Скуп. Но точен. Но соперник его очень быстро и напорист. Кайромаки известен тем, что он чемпион мира по версии АСКА. Знаменитый средний вес. А вот через руку справа пропускает. И еще раз двойку в разрез. И еще. Вот так. Вот это Хаято. Он занимается в клубе племя будущего. И руки у него поставлены что надо. Очень ровный боксер. И рост и вес. Метр восемьдесят рост. Обоих боксеров по 70 килограммов. Их рабочий вес. Первый раунд, знаете, наверное, ровно прошел. Несмотря на то, что Токаюки Кайромаки очень здорово пробил ногой. И вот как раз мы сейчас видим повтор этого момента. Но пока делать прогнозы я бы не стал. Потому что Хаято очень хорош. Замечательный боец. Замечательный боец. Я уже говорил. Он провел изрядное количество боев. В 15-ти одержал победу. 9 боев проиграл. У него две ничьи. И на ринге в тайском боксе он 6 побед одержал нокаутом. Хороший боец. Но и Кайромаки тоже знатный нокаутер. 19 нокаута. Хорошо рука работает у Хаято. Нравится, как он через ручку аккуратно справа выстреливает. Все возможно в этом бою. Как говаривает мой добрый друг. Большой любитель кикбоксинга и юриспруденции Эльчин Мурадов. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Вот я бы это посоветовал обоим боксерам постоянно помнить. Не расслабляться. Держать ухо востро. Главное, чтобы Хаято не чересчур увлекался атакой. Не забывал про защиту. Потому что мы видели, как файеромаки умеют бить. И вот это второй раунд в К1. World Max 2004. Турнир средневесов, которые бьются по правилам К1. Мы с вами уже ждем, ждем. И наверняка дождемся боев крепких, мощных, тяжелых, суперзвездных бойцов. Таких, как Лебанер. Таких, как Райсефо. Звезд первой величины. Эрнесто Хусто, Реми Баньяски, Боба Сапа. И, конечно же, с нетерпением ждем, когда на календаре появится 31 июля. Ведь на это время назначено, на эту дату назначено в бой Майка Тайсона. Железный Майк сразится, вот пока еще неизвестно с кем. То ли Боб Сап, то ли Лебанер, то ли Райсефо или же Мусаши будут соперниками знаменитого американца, экс-чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов. А у нас второй раунд в самом разгаре. И завершается второй раунд. Очень ровный идет бой. Очень ровный. Такаюки Кайорамаки. В 2002 году он стал финалистом вот такого же турнира средневесов К1 Волдмакс в Японии. И вот последнее его достижение это победа нокаутом в третьем раунде над Генке Судо японцем. Также победа над Такаши Оно. Еще Марино Дефлориану надолел в первом раунде нокаутом. И сейчас вот встретился отечественный, который соотечественник, который очень решительно и бескомпромиссным настроен. Хаято хорошо боксирует. Ручки у него поставлены, что надо. Здесь он переигрывает явно Кайорамаки. Успевает, выходя из атаки, с ударом все-таки достать. Достает Аято. Главное не прозевать пушку. Настоящая гаубица у Кайорамаки. В каждой ноге. Сейчас на колено пытался насадить. Довольно просто Кайорамаки работает в обороне. Минимальные движения, небольшое смещение и такими простыми действиями разрушают втакующий порыв своего соперника Кайорамаки. Ну, вовремя подставил. Сейчас правое предплечье Кайорамаки. Кайорамаки. В первом раунде пропустил он. Мощнейшая Маваша слева. Вот так левый постреливает, достает и сам пропускает. Не зевать. Очень важно сейчас не расслабляться. Быть собранным. Потому что в любой момент можно здесь пропустить удар и упасть. ВК-1 выходят на ринг самые знатные нокаутеры. Несмотря на то, что у многих довольно короткий послужной список, но отбор здесь, смею вас уверить, самый серьезный. Таких пустых боксеров здесь не держат. Нужно завоевать в честь, чтобы выйти на ринг К-1. Хорошая двоечка была у Кайета. С левой достал. Маленькая пауза, коротенькая и выстрел справа. Это высший пилотаж. В преддверии Олимпиады в Афина, где нашей сборной предстоит выступать нашим боксером. Мы с вами все будем болеть, конечно же, за наших ребят. Хорошая команда у нас сейчас, я думаю, они фавориты. И в Европе они сильнейшие. Почти все золотые медали привезли. Собрали с одной большой авоськой, приехали, вывезли все золото. Вот так бы побольше и в различных видах спорта. Так вот, наши боксеры многие могли бы посмотреть и взять на вооружение вот такую четкую работу. Третий раунд близится к завершению и у меня подозрение, что может быть четвертый раунд. Посмотрим, каково будет решение судей. Либо они примут решение, либо дадут четвертый раунд. А такое бывает, такое бывает в К1. один. Хороший бой, хороший, ровный, соперники равные и особенно мне нравится Хаято. Ищет человек. нога у Каиромаки, конечно, очень серьезная. Нет, судьи решили судьбу этого боя, судьбу этих боксеров и сейчас будет объявлено решение. Победа в этом бою присуждается Такаюки Каиромаки, Япония. Зрителям нравится. Знаете, видимо, это мама Каиромаки. Ну что, можно гордиться таким сыном. А мы с вами встретимся после рекламы. На Евроспорт Россия второй полуфинал. В первом полуфинале мы с вами видели напряженный и довольно равный бой, которым встречались Хаято и Каиромаки. Победа держал Каиромаки. А вот Кеничи Агата из клуба шутбоксинг. Ему 29 лет. Его соперник Козо Токеда. Он из кикбоксинга. Ему 32 года. Он чуть постарше. И вес боксеров 70 килограммов. сейчас встречается два японца, которые занимаются не совсем традиционными для Японии видами спорта боксом и кикбоксингом. сейчас Масата на вашем экране. Японец и правило К1 и штанах Токеда. Прошу прощения Агата и в трусах Токеда. Мощный удар у Токеды. начинает работать в нижний уровень. Лоу-кик. И вот короткая двойка. Аперкот справа и боковой слева. Агата просто выстреливает и рефери открывает счет. Нормально. Начало что надо. Вперед пошел Агата. Это что-то невероятное. Начало боя и в первом же раунде словно машина взрывается. Просто взрывается Агата. Но хорошо прикрылся Токеда. Немножко пришел в себя после потрясения. в угол загнал Агата своего соперника и пытается разбить его защиту. Но несмотря на то, что ряд ударов все-таки пропустила Токеда все равно стоит довольно прочно и опасно контратакует. Но такая пауза затянувшаяся. Каждый ждет, что соперник раскроется и туда в брешь будет нанесен решающий удар. Остается минута до окончания первого раунда и мощнейший апперкот слева все равно стоит стоит Козо Токеда. Вот что значит опытный боец. сейчас только лишь время может его спасти. Пропустил ряд тяжелейших ударов и вот сейчас просто идет надобивание Агата. как я помню вес 70 килограммов на сантиметр повыше Агата. вот он дух бойца. Остается 10 секунд до окончания первого раунда. Ну что, выстоит Такеда. А фамилия знаменитейшая. Вот это первый раунд. Айда Козо Такеда настоящий самурай. Молодчина. Столько ударов он выдержал но остался на ногах продолжал биться. Фантастический конечно человек. Конечно это далось ему непростой ценой. Вот сейчас мы увидим что было в первом раунде. Очень спокойно сосредоточен в самом начале. И вот он пропустил сначала один удар и затем все началось. Хороший короткий серий пробивает Такеда. И вот он апперкот с правой боковой слева. Если бы был четко исполнен боковой то был бы глубокий нокаут. А так полубоковой полупрямой не совсем четко исполнен был этот удар. И что такое? Агата отказывается от проведения боя и победа присуждается Коза-Такеда ввиду отказа соперника продолжать бой. Секунданты выбрасывают полотенце. В чем причина? Видимо повредил руку или какая-то травма у Агата. Невероятно начинался этот бой. Похоже что рука не работает у Агата. и победа вполне заслуженно присуждается Коза-Такеда. И еще один четвертьфинал третий в котором встречается Серкан Эльмас вот его могучая спина узнаем этого Турка. 29 лет ему 70 килограммов метра 80 одна победа одно поражение и пока больше ничего. И его соперник Ясухира Ясухира Козуя Он из кикбоксинга метр 70 рост вес 70 килограммов три победы три поражения но мы знаем насколько хорош Серкан Эльмас это воин такой боец что всегда приятно посмотреть как он бьется но посмотрим на что способен Ясухира бой будет наверняка очень интересным потому что Эльмас всегда бьется до последнего мы помним с вами предыдущий турнир К1 WorldMax где Эльмас встречался с Масато в финале проиграл по очкам но работал очень хорошо да конечно не чушь он эффектных жестов стоит открыто и вот мощнейший такой раунд кик и тут же возврат этого Должка Ясухира опасно бьет сзади не стал добивать это разновидность самурайского джентльменства равный бой мощный обмен ударами очень красиво работают бойцы немножко в разной манере чувствуется что не обидел бог силой этих бойцов и силой духа у них все в порядке очень волевые не боятся ударов хотят сделать все красиво вот двойку пропускает Ясухира и размашисто вдогонку просто бросается за ним Эльмас и вот пошло добивание но уходит от канатов Ясухира встречает встречает и вот так второй раз пытается встретить Эльмаса достает справа несмотря на то что немного пониже на 10 сантиметров разница в росте но это на улице немного а в ринге это очень приличная разница но несмотря на это Ясухира все-таки умудряется доставать рукой своего соперника еще раз через руку пробивает Ясухира и тут же удар в корпус встает Ясухира мы видели не раз как японцы могут биться до последнего и Мусаши и вот недавно только что бой в котором выиграл Коза Токеда продемонстрирует чудеса мужества доминирует Эльмас но это превосходство сиюминутное тут невозможно предсказать исход этого поединка потому что каждый обладает мощнейшим ударом и пока вот этим ударом пользуется Эльмас Сиркан Эльмас но Гонг спасает Ясухира что останавливают этот бой прекращают дождемся внятного решения судей я слышал удар Гонга я думаю вы тоже конечно же плывет Ясухира но поспешили в углу Эльмаса скидывать руки вверх конечно Эльмас немного погонял своего соперника но и сам напропускал прилично идет в атаку турецкий боксер но и при этом сам может пропустить приходит с себя Ясухира разбитый нос запомните это имя Казуя Ясухира у Эльмаса тоже обязательно запомните я думаю он не даст тебя забыть очень колоритная внешность у него голубоглазый турок с длинными волосами и внешность кинозлодея я думаю продюсеры обратят на него внимание и пропускает удар ниже пояса Ясухира ничего сейчас дадут ему время восстановиться К1 на такие вещи не обращать внимания удары разрешено наносить практически по всему телу и восстанавливается время этого боя совершенно верно сейчас Казуя Ясухира действует как умудренный опытом боец с закрытыми глазами идет вперед вот кстати он сейчас на этом повторе мы видели как в атаку шел Ясухира закрыл глаза ну тоже вариант хотя первое правило крайне веро в боксе так учили нас всегда нужно видеть соперника атакуешь ли ты либо ты под градом ударов всегда нужно видеть иначе иначе вот что происходит пропустил справа Ясухира нужно было ему чуть-чуть подольше находиться в углу используя вот ту небольшую паузу после удара ниже пояса чтобы прийти в себя разнообразно работает Эльмас у него богатый арсенал и огромная воля к победе огромное желание одолеть своего соперника это всегда трудно на японском ринге выигрывать у японца это нечто невероятное но если уж ты победил то ты становишься настоящим кумиром японской публики и еще один удар пропускает Эльмас вот вам Ясухира и встречный фантастика это не каждый день можно увидеть но именно Евроспорт Россия и наш журнал бойцовский клуб предоставляет вам такую фантастическую возможность ай да бой просто коса на камень это второй раунд закончился что же нас с вами ждет в третьем и победа досрочно присуждается Эльмасу что-то он быстро с ринга убежал вообще-то по правилам руку нужно чтобы подняли тот же чек на 300 тысяч йен и бегом в раздевалку а вы знаете в чем дело дело в том что в К1 победивший боксер проводит еще два боя за вечер за один вечер три вот таких боя но вот на этом ударе все и закончилось это был заключительный аккорд клуб и последний четвертый четвертьфинал Ямамото Мурахама ну вот мы видим Ямамоту Нози Буми Ямамото этот блондинчик по прозвищу Малыш метр шестьдесят три рост семьдесят килограммов мы уже видели его с вами очень хорошо он работает и нравится девушкам в Японии его соперник Такехиро Мурахама он из кикбоксинга метр шестьдесят два вес шестьдесят восемь килограммов тридцать лет ему четыре победы три поражения из четырех побед одна победа нокаутом и вот сейчас будет решаться кто выйдет в полуфинал напомню побеждающий боксер за вечер проводит сразу три боя таковы правила К1 которые понравились самым сильным бойцам а все дело в фантазии и в опыте Иши Исан того самого господина Иши который придумал соединить воедино бокс кикбоксинг тайский бокс карате и получилось очень даже интересно простая мысль но все гениально и просто и малыш Ямамото идет вперед мощнейший хук справа и пошла борьба лежачего не бить и сейчас внушение делает рефери прокачанный такой Ямамото он работает в правосторонней стойке левша хорошо передвигается и пропускает вперед но элементы борьбы здесь не проходят однако рефери дает немножко возможность повозиться нельзя бросать соперника это вам не тайский бокс где бьют и локтем довольно спокойно Мурахам взирает на все активные действия своего соперника сразу идет вперед малыш Ямамото довольно грозный малыш нет такие фокусы здесь не проходят просто поскользнулся соперник мурахамо уже несколько боев боксеры провели на этом ринге и естественно где-то немножко влажно можно поскользнуться мурахамо не стоит на ногах мурахамо в чем причина и вот рефери вмешивается но открывает счет стоит на ногах мурахамо японцы здесь демонстрирует выдающаяся стойкость и остается 30 секунд до окончания этого раунда и вперед рвется Ямамото молодчина мурахама так держать ручки повыше и можно дотянуть до гонга выманивает выманивает Ямамото гонг молодец молодец Ямамото с уважением посмотрел на своего соперника и с недоумением надо же выстоял хотя даже после команды стоп Ямамото по прозвищу малыш кинулся на добивание и еле-еле его оттащили вот этим боковым справа он уронил своего соперника и затем ринулся на добивание перерыв между раундами длится одну минуту и рефери делает внушение что слушать команды а мы с вами видели не раз как иногда увлекаются бойцы и иногда добивают даже падающего а иногда даже и лежащего соперника как было например с Бобом Сапом досталось тогда Ремик Баньяски и вот этот полет Шмеля в исполнении Ямамото по прозвищу малыш но злобный малыш я бы сказал очень ярусный Мурахама справа пробивает довольно тяжело и едва не улетает между канатами конечно на улице Ямамото был бы очень хорош вне всяких сомнений а вот в ринге нужно еще достать своего соперника очень агрессивен я бы сказал даже жесток Ямамото и рефери делает первое предупреждение Каждый удар вкладываются бойцы здесь стараясь решить дело одним ударом очень акцентированные удары пропускает Ямамото сам нарывается но еще не до конца пришел в себя после потрясения в первом раунде Мурахама мощнейшие удары даже через перчатки пробивает Ямамото взаимное объятие и подсказывает что-то из угла Ямамото великолепно работает Мурахама конечно сам пропускает но перешагивает через своего соперника не очень красиво встанет должен подняться Мурахама 30 секунд до окончания второго раунда нужно выстоять но бой будет остановлен конечно 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 против такой ярости неукротимой дикой конечно очень сложно устоять Малыш Ямамото одержал победу соперник повержен победитель ликует и вот так на коленях Ямамото стоит перед своим поверженным соперником благодарит его за этот бой но пока не было заключительного гонга все политессы были отброшены и никакой пощады Ямамото Малыш вот вам и Малыш скажите честно помнили ли вы о том что это средний вес а ведь это средний вес а у нас еще в запасе супертяжи дожидаются но это уже в следующем журнале а пока у нас очень интересные действия на стадионе Йойоги в Токио петь и биться так что капы летят ну почему вы так тяжело бьете в чем причина я не знаю может быть хорошая еда Альберт движется к своей первой победе в финале К1 2004 года встретимся с ним на турнире и вот и вот Альберт Краус в своей форме в очках в белом капюшоне и его соперник Оно Оно Токаши 30 лет ему 70 килограммов он весит ну впрочем такой же вес у Альберта Крауса напомню сегодня средний вес а вот и Альберт Краус очень хорош боксер этот ему 24 года у него все еще впереди 28 побед 5 поражений 3 ничьи и 15 нокаутов а вот и Масато тот самый обидчик Крауса Берт Краус чемпион мира по версии WKA чемпион Бельгии Нидерландов и Лексимбурга по версии WPKC чемпион Голландии чемпион Европы чемпион турнира K1 World Max 2002 года в прошлом году он был финалистом вот Масато его остановил и так первый раунд очень интересный бой он у Токаши он слева в белых трусах с синей полосой он у Левша Альберт Краус очень мощный голландец вот так бы я расставил акценты Краус показал себя как очень крепкий боец удары умеют держать невероятные просто мы с вами видели как Альберт Краус встречался с Ядамбой Нарантунгалагом из Монголии и Ядамба тогда выполнил сальдо вперед и нога словно топор просто вонзилась в череп Альберта Крауса но он устоял хотя голова звенела у него весь вечер а может быть еще несколько дней позже я не спрашивал об этом но парень конечно железный кремень и вот сейчас он сразу забрал ринг и хорошо прикрыт движется вперед и выходит на ударную позицию пока не торопясь постреливает а удары у него тяжеловатые встал японцы сегодня какие-то как заводные есть есть такая в России игрушка ванька встань вот я не знаю как на японский манер это будет но японцы очень стойкие оловянный солдатик на одной ноге но стоит и сейчас Альберт Краус просто как бетонная мешалка тестомес такой забил забил соперника и Масато смотрит на своего будущего соперника он у Такаши в глубоком нокауте к нему подбежали с холодной водой стараясь привезти его в чувства аккуратненько главное не повредить шейные позвонки и сейчас холодная водичка и нашатырь лед на затылок Масаши из клуба серебряный волк Альберт Краус Альберт Краус многократный чемпион мира Европы Голландии молодой парень 24 года всего лишь И этот бой он проходил под разрядом супер бой шел не в основной программе А нас с вами ждет впереди полуфинал мощный конечно же мощный Альберт Краус но самый интересный как всегда у нас с вами впереди подобрался до полуфинала встречается Такеда Кайрамаки Вот он Такеда который выстоял после тяжелейших ударов и не знаю что у него сейчас творится в голове но пропустил он в первом раунде очень тяжелые тяжелейшие я бы сказал удары Посмотрим что сейчас будет Агата очень грозный был соперник но снялся и вот его соперник Кайрамаки Женщины всегда переживают ой как они переживают Итак Козо Такеда и Каюки Коюрамаки Благодаря турнирам К1 я скоро заговорю как японец Итак первый раунд полуфинального поединка Такеда в черных трусах с золотом Каюрамаки в таких жакейских трусах белокрасных Огата потряс Такеду в самом первом раунде ну выстоял этот ветеран Такеда очень давно уже на ринге и вот сейчас начинает атаку ногой подхватывает правой рукой он опасен У него 34 победы из них 24 нокаута ниже пояса пропустил сейчас Каюрамаки делает замечание своему сопернику но здесь это не карается напомню бои идут по правилам К1 довольно строгие и справедливые правила именно этим можно объяснить что в рингах К1 встречается много ярких бойцов великолепная подсечка удар лоу кик самый нижний уровень поймал сейчас Такеда с его соперника сейчас Каюрамаки все-таки достает на дистанции первый раунд близится к завершению господи как женщины переживают у своих мужчин Каюрамаки хорошо известен я уже представлял его в его первом бою он чемпион мира в среднем весе по версии ISKA очень грозен Такеда и гонг прерывает это напряжение просто вольтова дуга здесь чувствовалось и виделось в ринге Каюрамаки в 2002 году вот на таком же турнире в Волдмакс стал финалистом средние весы хорошо знают его у него 24 победы и 19 из них нокаутом вот нога Такеды в колено и повезло сейчас Такеде ушел от этого удара и от колена ушел дважды мог сейчас оказаться на полу если бы попал справа в хайкик и затем коленом в корпус судьба боксера переменчива в ринге К1 особенно потому что каждый обладает хорошей техникой и вот так вот удар справа ногой и справа же рукой это высший класс демонстрирует Козо Такеда Вот Такеда как из пушки выстреливает несмотря на то что у него правой голем уже рассечена кровь течет но выдерживает удар по надкоснице и ничего продолжает биться и удар коленом в разрез по-моему все на этом закончилось для Такеди а вот Такуюки Кайрамаки становится победителем и можно понять ликование болельщиков которые поддерживают Такуюки Кайрамаки он выходит в финал престижнейшего турнира К1 World Max 2004 года Токио рукоплещет своим героем ну как пропустил Такеда как он прозевал этот опаснейший удар коленом в разрез фантастический просто бой по накалу и непредсказуемости вроде бы был прикрыт и удар коленом решил исход этого поединка кстати Алексей Игнашов вот так разит своих соперников на дистанции флани называется летающее колено или летучее колено или летящее колено но как не назови а встретиться с этим коленом не приведи вам господи удар конечно страшный заслуживает аплодисментов Коза Такеда настоящий боец следующий дуэт Томо Эльмаз еще одна пара очень хороший этот японец и турок тоже блестяще себя показал сегодня вечером вот он своей странной прической дошел до полуфинала очень хорош эльмаз этот турок конечно находка для К1 но японец тоже не подарок несмотря на то что он такой масластый а вот это Мусаши очень знаменитый боец Томо его младший брат понятно что он переживает за своего товарища по рингу так первый раунд японец Томо в красных трусах серкан эльмаз в черных трусах и вот с таким чиполиновским хвостиком на голове эльмаз чуть пониже своего соперника поэтому он немножко поспокойней начинает работать 7 сантиметров разница в росте метр 87 рост Томо и метр 80 эльмаз пропускает удар в ногу эльмаз но мы уже видели как несмотря на пропущенный удар он стремится вперед и достает он хочет достать и достает своего соперника сейчас в разрез пробивает двойку эльмаз и затем пытается добавить ногой и начал давить эльмаз почувствовал что раз попал соперник дрогнул и боковой справа завершил этот бой вот вам серкан эльмаз во всей красе но нет поднимается Томо мусаши мусаши везет берет сам я не могу мусаши на луну то есть если учесть что перед этим он пропустил целую кучу Такую мощную серию ударов, после которых можно было уже останавливать бой. Но он решил продолжать этот поединок. И в результате Сиркан Эльмаз выходит в финал, где он встретится с Кайрамаки. Вот этот боковой справа, по сути, решил исход поединка. Был открыт Тома. Преступная небрежность такая. Вот доставил подбородок торчащим, и, конечно же, Эльмаз его моментально достал. Причем даже в область шеи был нанесен удар. А сейчас супер-бой. Российский боксер Арслан Магомедов. Ему 24 года, 72 килограмма, рост метр восемьдесят семь. Восемнадцать побед у Арслана. Ну что, будем болеть за российского боксера. И его соперник Чалмсак. Фули Чалмсак. Кейкбоксер, 22 года, 70 килограммов вес. Метр семьдесят рост. В такой бедуинской одежде Арслан Магомедов. Ну, каждый чутит как может. Кто-то выходит расшитый золотом, камзол на нем. Кто-то в мехах, как бобсап, и какой-то буа на нем одеты. Кто-то лаконичен, кто-то цвета хаки. Ну, сейчас тайский боксер будет простоять Арслану Магомедову. Правосторонние стойки Чалмсак работают. Вон из Таиланда. Матерейший боец. У него 76 побед у Чалмсака. Плюс 22 поражения. Одна ничья. Почти 100 боев профессиональных он провел на ринге. И в его активе 25 нокаутов. Немного поменьше боев провел. Значительно, правда, меньше провел. Арслан Магомедов. У него 18 побед, два поражения. Одна ничья. Но зато из 18 побед, 15 боев он выиграл нокаутом. Здорово работает Магомедов. Собран. Жесток, внимательный. И очень на хорошей дальней дистанции он работает. Из угла Магомедова слышится. Держи дистанцию. Совершенно верный совет. Удары в колено, удары в голень, в бедро. Это очень опасно. Они отнимают много сил, а могут привести к серьезной травме. Захватывает ногу Арслан. Но не стал контратаковать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как нарвался. О, Господи. Так нарваться на удар. Хорошо работал. Все делал правильно. И сейчас нужно, конечно же, вынуть капу и быстро холодной воды. И доктор, чтобы посмотрел. Чтобы не запал язык. Такова спортивная жизнь. Худжи Чалмсак. Конечно, сейчас самое главное восстановить дыхание. И, я думаю, опытные доктора сейчас все сделают как надо. Очень сурово, конечно, то, что происходит в ринге. Но двое мужчин выходят и бьются. Вот открыто шел вперед. Так нельзя. Друзья, один удар пропустил и все. Чуть-чуть забыл о защите. Пошел коленом вперед и тут же навстречу пропустил правый боковой. Ну, не пугайтесь, уважаемые телезрители. Это обыкновенные рефлексы. Физиология. Ничего страшного не произошло. Сейчас доктора приведут чувства Раслана. Я думаю, все будет нормально. А победа в этом бою, конечно же, присуждается Фуджи Чалмсаку. И вновь бойцовский клуб на Евроспорт Россия. Я все еще нахожусь под впечатлением предыдущего боя. Супер боя, который шел вне программы. Арслан Магомедов встречался с Фуджи Чалмсаком из Таиланда. И в какой-то момент, несмотря на то, что Арслан вел в этом бою, очень грамотно работал на дистанции. Он хороший технарь. Может и бить жестко и все. Но возле канатов в атаке он наносил удар коленом. И при этом левая рука у него опустилась и пропустил мощнейший хук справа. Очень жаль, был тяжелейший нокаут, но Арсланом занимаются медики сейчас. А у нас с вами финал турнира К1 World Max на стадионе Йо-Йоги в Токио. Нет свободного места и сильнейшие боксеры средневеса встречаются по правилам К1 в ринге. У нас сегодня в финале Такаюки Кайорамаки. Он справа в красно-белых трусах. И Серкан Эльмас, которого мы уже видели не раз. И в полуфинале он нокаутировал Тома. Но сегодня вечер изобилует тяжелыми ударами, мощными комбинациями, взрывными сериями. И вот Эльмас в своем ударе, в своем оплуа. А Кайорамаки в полуфинальном бою встречался с Коза Такеда и тоже выиграл нокаутом коленом. Так всадил между двух рук, пробил защиту, достал до подбородка и отправил в нокаут многоопытного и яркого бойца, талантливейшего Такеду. Очень мощные и разные боксеры внимательнейшим образом смотрят Эльмас на своего соперника. И на мгновение не теряет его из виду. И вот такие атаки. Турецкий боксер очень нацелен на победу. Сейчас двойка была опаснейшая. Пробивал ногой, руками в разрез двойку. Но колено свое острое и вместе с тем тяжелое колено. Такаюки Кайорамаки пока не смог использовать. Дергает Серкан, дергает. Пытается выманить Кайорамаки и пробить. Дважды пробивает через руку. Пошла уже борьба у канатов. Бой идет вот такими вспышками. Словно протуберанцы вырываются вот эти яростные удары. С одной и с другой стороны. И бой построен так. Атака-контратака. Сейчас Серкан решил чуть-чуть разнообразить свои действия. Пострелять на дальней дистанции. Начинает он с прыжка атаку. Обозначает удар ногой. И первый раунд прошел под звездой Серкана Эльмаса. Этот боксер при весе 70 килограммов. Его рост составляет метра восемьдесят. И вот на этом турнире он уже одержал две победы. Таким образом у него сейчас три победы и одно поражение. Кайрамаки. 25 побед. 10 поражений. Две ничьих. И несмотря на то, что Такаюки Кайрамаки очень опытен по сравнению с Серканом Эльмасом. Но никаких авторитетов турецкий боксер не признает. И сейчас приводит в порядок ринг. Рефери дает возможность вытереть ногу. Вот пошел такой обмен ударами. Лоу-ки хай-кик. Не понимаю, почему Кайрамаки позволяет вот так идти вперед. Серкану Эльмасу. Но вот правое бедро уже у Эльмаса покраснело. Очень спокоен Кайрамаки, сосредоточен. Выцеливает и пытается встретить одним ударом. А как он умеет бить, мы с вами видели. И мощный удар в корпус. Но стоит. Стоит Кайрамаки. Мощнейшую. Уширу с разворота проводит. Серкан Эльмас. Раунд-кик. Просто неуловимо он выполняет этот мощный удар. И несмотря на то, что на готове стоит, весь собран Кайрамаки, пропустил все-таки вот этот мощный удар в корпус. Конечно, чувствуется огромная физическая мощь у Эльмаса. Несмотря на свои 70 килограммов веса, такое ощущение, что работают тяжи. Настолько мощные удары, настолько силище просто брызжет через край. Очень сдержанно. И идет работа на первом этаже. Словно два лесоруба работают сейчас у них. Голень, колено. У кого нога крепче. Взрывные атаки Эльмаса просто невозможно. Их предвосхитить. Выстреливает, словно живая торпеда. Очень хорошая реакция у турецкого боксера. И вот сейчас в углу ему немножко делают гипервентиляцию. Чуть-чуть потрясли. Секундант его приподнял. Сейчас нас с вами ждет заключительный третий раунд. Если только не будет добавлен еще один. Вот если бы удар пришелся в корпус, точно в живот или в печень, то успел подставить правое плечо. Удар как раз в плечо пришелся. Точно в бицепс. Камера не случайно так крупно наехала на бедро. Потому что досталось Эльмасу. Кайрамаки очень жестко бьет. В нижний уровень. Пропустил Эльмас сейчас. Бил ногой и нарвался навстречной справа. Но продолжает свои атаки. Мощное спиннище у Серкана. А именно вот здесь. В аккумуляторах силы. В бедрах и в мышцах спины. Находится основная кладовая нашей энергии. Поэтому совет молодым ребятам, которые занимаются единоборствами. Или просто хотят стать сильными. Не забывайте про мышцы спины и про бедра. Это самые большие мышцы. И они как раз хранят основную энергию, основную силу. В ногу, в ногу, еще раз в ногу работает Такаюки Кайрамаки. Как же тяжело смотреть, когда твой близкий сражается в ринге. Головой ударил сейчас Эльмас и просит... Просит рефери быть поаккуратнее с головой. Но если что, то Кайрамаки может и коленом подправить своего соперника. Не опускать голову низко. Можно нарваться на колено. А вот сейчас пропустил, конечно. Довольно рисковый удар Кайрамаки. Рефери. Главный друг боксера. Вот что происходит в Токио на стадионе Йо-Йоги. Волдмакс К1. Супер турнир средневесов. Самых сильных средневесов. Мы видели как раз в суперлиге. Камаль Джамаль. Много очень крепкого народа. Бьется. И, конечно же, К1 это большущий магнит. Который сейчас притягивает самых успешных, самых эффектных боксеров. Планеты. А сейчас. Такаюки Кайрамаки почувствовал, что время боя на исходе. А он ничего особенно такого не сделал. Выдающегося. Нужно поактивнее поработать. Концовочку. Концовку. На любом языке. Это звучит так, что давай работай. Осталось 10 секунд. Капу долой. Главное, чтобы зубы остались на месте. Самые тяжелые минуты для боксера. Каково будет решение? На мой взгляд, ровно. Вот, конечно же, нарвался на колено сейчас Эльмас. Правая нога у него перестала стоять. А не углядел Кайрамаки, что удар пришелся как раз в колено. Не в колено, а в голень у Эльмаса. И правая нога обездвижила на какое-то время. Но, превозмогая боль практически на одной ноге, Серкан Эльмас продолжал рубиться. Настоящий воин. Дождемся решения судьи. И победа в этом турнире и в этом бою присуждается Такаюки Кайрамаки. Хотя, на мой взгляд, не совсем это справедливо. Но я не буду подавать апелляции. И я думаю, что Серкан Эльмас тоже воздержится от этого. Главное, то самозабвенное упоение боем, которое испытали бойцы. И то восхищение мужеством этих людей, которые мы с вами испытываем. И переживали мы сегодня очень сильно за всех, кто был в этом ринге. Но они доставили нам огромную радость. Порой пощекотали нервы. Порой пощекотали нервы.